Здравствуйте дорогие друзья, гости и подписчики канала Чуча ТВ. Всех вас приветствую на своем лайв канале. Здесь мы проводим тесты, опыты и разные исследования. И сегодня я хочу с вами поделиться своим лайфхаком, который позволит превратить обычный штатный подающий МК-8 фидер в универсальный, который способен печатать не только ПЛА, ПГ, АБС-ами, пластиками, но и гибкими эластанами и флексами, что ему естественно не свойственно. Прежде чем я расскажу о модернизации, давайте разберемся о принципе работы штатного МК-8 подающего механизма, а также определим основную причину, почему этот подающий механизм не хочет работать с очень гибкими эластанами и флексами. Перед вами штатный пластиковый фидер от Креалити, это от Эндера 3. В отличие от того же БМГ, здесь у нас не используется редукторная передача, за счет того, что установлен более мощный мотор, который позволяет работать напрямую, без редуктора. Такое решение зачастую устанавливают на Болден-системы. То есть конструкция достаточно простая, я бы сказал, как автомат Калашникова. Но не все так просто. Для того, что в работе вот с такими вот очень мягкими филаментами, такими как флекс, данный фидер просто не хочет работать. В предыдущем видео по обзору Тронкси я рассказывал о недостатках именно вот этого Креалити. Здесь у нас срезан угол и соответственно появляется место, куда пластик может заживаться. Если рассмотреть поближе, то со стороны шестеренки здесь продавливаться некуда. Она находится практически вплотную к стенке нашего фидера. А вот у поджимного рычага, именно подшипника, ситуация другая. Обратите внимание на зазор между подшипником и стенкой. И вот сюда как раз зачастую и выдавливается филамент. Теперь давайте рассмотрим точно такой же МК-8, только металлический. Здесь ситуация аналогичная. Также срезан угол, геометрия неправильная. И обратите внимание еще на отверстие. Оно очень большое, почти 3 мм в диаметре. При том, что диаметр нашего прутка 1,75 мм. Обратите внимание, как все болтается внутри. То есть даже в нашем внутреннем канале, такой вот мягкий эластан или флекс могут ужиматься и соответственно скручиваться. С причинами наших бед мы разобрались. Теперь остается главный вопрос. Как же сделать так, чтобы данный подающий механизм стал универсальным и не особо сильно уступал, например, тому же БМГ в подаче гибкими флексами и эластанами? Для этих целей нам понадобится дрель и сверло диаметром 4 мм. Итак, уважаемые зрители, наша задача рассверлить существующее отверстие до диаметра 4 мм. При этом углубляться будем не сильно, чтобы не просверлить насквозь. И вот, пожалуйста, мы рассверлили наше отверстие. При этом, как вы заметили, оно у нас не сквозное. Это отверстие мы сделали специально под нашу тефлоновую трубку, которую мы сюда аккуратненько вставим и посадим на обычный суперклей. Намазываем тефлон и аккуратненько вставляем в наше отверстие. Теперь отрезаем лишнее. С помощью обычного ножа обойного нам нужно придать правильную геометрию тефлоновой трубки. Сперва поставим наш элемент на мотор. Зафиксируем. Берем шестеренку, одеваем и вот такими вот движениями наносим отметки на тефлоне, чтобы понимать, как правильно отрезать. И вот, обратите внимание, на тефлоне остались насечки от шестеренки. Эту сторону мы обрезали. Мы видим, что нигде не подтирает. Шестеренка не трется. Значит, срезали правильно. Теперь нам нужно сделать такой же срез, только с этой стороны. Именно вплотную к этому поджимному подшипнику. Здесь придется, конечно, делать это все методом проб. А вот, друзья, и готовый результат. Посмотрите на геометрию. Естественно, вы подберете для себя сами, которая вам больше подойдет. В моем случае она получилась именно вот такая вот. Теперь остается только собрать. Ставим шестерню и сам поджимной рычаг. Посмотрите внутри, как обтекает тефлоновая трубка саму шестеренку и поджимной подшипник. Вот так вам нужно сделать. Благодаря такой конструкции филаменту деваться уже некуда. Он поджимается очень плотно к нашей шестеренке. Естественно, уже никуда не вываливается. И такой подающий механизм работает исправно. И о проблемах в работе с гибкими эластанами и флексами можно забыть. Точно такую же модернизацию я поставил на штатный МК-8 фидер металлический от Тронкси, когда делал на него обзор. Тут стоит точно такая же вырезанная тефлоновая трубка. Благодаря такой простейшей модернизации мы можем превратить любой подающий МК-8 фидер в универсальный. Который будет печатать не только пылапы GBS и для другими твердыми пластиками, но и более мягкими эластанами и супермягкими флексами. И вот, друзья, пример одной из печати. Это было напечатано на Troncy XY2 Pro, обзор которого вы видели совершенно недавно. Надеюсь, друзья, этот лайфхак вам поможет в 3D печати. А на этом я с вами прощаюсь. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Дальше будет еще очень много интересного и полезного. А сейчас вашему вниманию небольшой отрывок 3D печати на Troncy XY2 Pro, на котором я также установил такую модернизацию. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok